Экономически странная история. Кому выгоден рост стоимости акции «Уралкалия» или как хозяева коррумпированной компании попытались обрушить рынок. Компетентное мнение экспертов о сути спекулятивной схемы. Каким будет развитие калийного заговора и перспективное ожидание рынка по восстановлению отношений с Беларусь-калием. В нашем следующем материале. Падение и взлет, покупка и перепродажа. Спрогнозировать поведение калийного рынка сейчас не берется никто. Дело в том, что на нем присутствует игрок, действия которого не поддаются экономической логике. Зато легко объясняются с точки зрения логики спекулятивной. Еще в начале лета ничто не предвещало нынешней бури. Цены на продукцию были стабильно высокими и эта ситуация удовлетворяла всех производителей. Но внезапно гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер заявляет о выходе из состава белорусской калийной компании. Российский производитель начинает демпинговать, то есть намеренно сбивает цены. Рынок обрушивается. Акции, в том числе и «Уралкалия», начинают терять в цене. С точки зрения эффективного менеджмента ход не очень понятный. Выход из БКК не принес никакой выгоды «Уралкалию». Точнее, выгоды он не принес самому предприятию. Другое дело – крупные акционеры и топ-менеджмент. Ведь владея нужной информацией, можно многократно увеличить свой капитал на взлете и падении акций, скупать их по низкой цене, продавать по высокой. Экономически эта история выглядит весьма странно. Хозяева «Уралкалия» решили обрушить рынок. Есть такая в торговой практике, есть такая стратегия. Если вы хотите выжать с рынка конкурентов, вы временно снижаете цены, конкуренты вылетают в трубу, банкротятся, а вы потом захватываете весь рынок и начинаете цены поднимать. Ну, 2-3 года такой войны, у вас весь рынок, и вы там что-то теряете во время военных действий, но зато захватываете весь рынок, потом отбиваете это на большем масштабе. Это называется недобросовестная конкуренция. Именно поэтому вводится антидемпинговая пошла, кстати, о которой мы говорили, и то, чтобы такую практику пресекать. Поэтому то, что мы видели на рынке, это недобросовестные действия, которые повлекли за собой обрушение цен как на товарных рынках, так и самое важное для нашего финансового рынка, который сейчас очень волатилен, падение цен на акции. И если говорить о последствиях экономических, то они сугубо негативные. И для России, и для Беларуси, и для Пермской области. В общем, поэтому то, что здесь происходит с экономической точки зрения, выглядит как пример крупномасштабного агрессивного действия с ущербом для всех окружающих. С самого начала калийного дела бумаги «Уралкалия» падали в цене. Но на выходных СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что главный акционер российской компании, Сулейман Керимов, продает свой пакет акций. Бумаги «Уралкалия» тут же взлетели вверх. На лондонской и московской биржах они подорожали более чем на 7% и продолжили расти даже после опровержения информации о сделке. Как заявил в интервью «Бизнес-ТАС» экспертов «Файзенбанк» Константин Юминов, рынок ждет, что при новом акционере будут восстановлены отношения с «Беларуськалием». Керимов пришел к определенному тупику с развитием «Уралкалия» и его бизнеса. И сейчас это его последний шанс выручить максимальную прибыль от его долгосрочной инвестиции в «Уралкалии». И это попытка поднять цену. Есть вероятность того, что Сулейман Керимов воспользовался помощью инсайдерской информации. И теперь он пытается скорректировать стоимость своих активов в лучшую для него сторону для дальнейшей продажи после этого своего пакета. На конец пятницы капитализация «Уралкалия» на ММВБ составляла 14 миллиардов 700 миллионов долларов. На лондонской бирже — 14 миллиардов 300 миллионов. Исходя из этого, стоимость 21,75% акций компании, которая контролирует Керимов, составляет 3 миллиарда 100, 3 миллиарда 200 миллионов долларов. Акции Керимова заложены по кредитам в ряде банков, в том числе в Сбербанке и в ВТБ. Начиная с 2010 года, Керимов по расчетам Форб смог потратить на сделки с акциями «Уралкалия» около 3 миллиардов долларов. Почти все покупалось в кредит, и сейчас главная цель Керимова — рассчитаться с кредиторами и заработать на этой истории сверху хотя бы миллиард-полтора. Мнения экспертов о сути спекулятивной схемы расходятся, но все аналитики уверены — на рынке идет нечестная игра. Это уже нездоровая спекуляция, и здесь уже должны заниматься этими вопросами соответствующие компетентные органы. То есть, может быть, кто-то обладает инсайдерской информацией, то есть, например, о состоянии компании может делать вывод о том, что может какой-то руководитель, если он продает акции своей компании, то, соответственно, участники могут предположить, что что-то здесь в этой компании нехорошо. Завтра мы ожидаем публикации итогов Уралкалия за первое полугодие. Скорее всего, по нашим ожиданиям, существенное падение финансовых показателей будет. Думаю, что реакция инвесторов будет негативна, поскольку финансовые результаты упадут. И думаю, что с этих уровней, которые акции достигли сейчас, мы увидим некую коррекцию. Аналитики не исключают, что калийный заговор мог иметь глобальный характер. Месяц назад Федеральное бюро по надзору за финансовым сектором Германии «Бафин» начало собственное, пока неофициальное расследование, рыночного обвала. Дело в том, что выход Уралкалия из БКК и последующее снижение цен на калийную продукцию вызвало резкое падение котировок немецкого концерна «Кей плюс Эс Групп». Сейчас ведомство изучает отчеты о сделках, совершенных с ценными бумагами компании. Насколько я знаю, пока нет никаких результатов проверки и расследования финнадзора Германии у полномоченных органов. Но расследование продолжается. Цены на акции нашей компании «Кей плюс Эс Групп» упали в несколько раз после заявления Уралкалия, которое прозвучало 30 июля. И в связи с этим мы вынуждены экстренно сокращать наши расходы и установить новую цену на мировом рынке калийных удобрений. Последствия выхода Уралкалия из белорусской калийной компании для всего мирового калийного рынка крайне негативные. Цены на калийные удобрения упали на несколько сотен долларов. Особенно остро это отразилось на калийном рынке Бразилии. Я с уверенностью могу подтвердить, что основные покупатели рынка сейчас находятся в затишье, потому как они выжидают более низких цен на калий. Если у сотрудников БАФИН появится доказательство проведения инсайдерских сделок и манипуляций на фондовом рынке, ведомство начнет уже официальное расследование. Немецкий финнадзор получит право на анализ конкретных сделок частных юридических лиц. Собранную информацию передадут в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. Какие фамилии могут всплыть в ходе расследования, догадаться нетрудно. По мнению специалистов КИП плюс С-групп, российский след в этой истории очевиден. И заинтересоваться персонами Керимова и Баумгертнера вскоре могут не только белорусские правоохранительные органы. Юрий Козлов, Мария Старовойтова, агентствователь новостей. Для меня это как бы моя работа и мое хобби. В этой семье даже рассыпанная во время ужина соль, вопреки всем приметам, только к счастью. На Солигорском Беларуськалии братья Александр и Сергей Селивановы работают уже больше 20 лет. У каждого своя семья и собственный дом. Кстати, старшему из братьев Александру участок под строительство выделил калийный гигант. Младший Сергей свой дом построил прямо напротив. Социальный пакет у нас всегда. В отпуск человек идет рабочий, получил оздоровление. Ну, в зависимости от стажа. Там человек чем больше проработал, немножко там больше. Плюс в санатории у нас есть свой беларуськалевский, березка называется. Оздоровление, пожалуйста. Можно брать путевку. Когда-то на Беларуськалии трудился и отец братьев Селивановых. Отдал предприятию почти четверть века. Именно он, говорят сегодня горники, рассказывал им, какими непростыми были для Беларуськалия 80-е, 20-го века. Забастовками и невыплатые зарплат. И как в середине 90-х произошло возрождение предприятия. В отличие от многих других гигантов, на постсоветском пространстве Беларуськалии не дал разворовать и приватизировать президент. Господдержка, полученная тогда, позволила возродить производство и сохранить стратегическое для страны предприятие. Кризис был. Да, кризис. Но, однако, наше предприятие достойно вышло. И не то, что предприятие, а наша республика не разбазарила, как бы, такое предприятие. То есть вышли, перетерпели эти все трудности, и сейчас предприятие наше, как бы, нормально работало и процветает. Сегодня ту историю, признаются шахтеры, в семейном кругу они вспоминают часто. И поводом тому стало предотвращение белорусскими правоохранителями грандиозной калийной аферы уже в 21-м веке. Что было бы с ними и с тысячами других семей горников, если бы попытка рейдерского захвата стратегического предприятия удалась. Они даже и думать не хотят. Повезло просто нам, что наше, как бы, руководство вот это вовремя обнаружили, и они не дали этому распространиться. Поэтому у нас все осталось, как бы, мы будем работать. Об этом говорят практически все жители Солигорска, ведь они, как никто и другой, понимают, белоруськалий не просто предприятие, а предприятие, которое дало жизнь их родному городу. Хотели отобрать предприятие, да и все, у страны. Все, и кто-то хотел заработать деньги на нашем предприятии, на белорусском. Калийные руды – это запасы общенациональные. И это резерв стратегический нашего государства. И каждого человека, и каждого белоруса. Потому такая негативная реакция у всех жителей Солигорска, и, наверное, и у всех жителей Республики Беларусь. Всего за 55 лет Солигорск превратился в город с населением свыше 100 тысяч человек. На Беларуськалии работает каждый шестой житель района. Предприятие формирует львиную долю бюджета города. И появление первой в Минской области ледовой арены, современного спортивно-зрелищного комплекса, новых школ, поликлиник, равно как и расцвет города, заслуга Беларуськалия. В нашем городе социальные объекты возводятся почти практически каждый год. В ближайшее время у нас в планах строительство детского садика на 330 мест, садик Беларуськалия. Также в 18-м микрорайоне строительство поликлиники. И для города, конечно, очень важно реконструкция устройства улицы Набережной, прибрежной зоны. Согласно этому проекту, очень много объектов будет размещено по улице Набережной, в прибрежной зоне. Среди них будет и аквапарк, и амфитеатр, и также всевозможные кафе. В том, что и этот проект будет реализован, сомнений нет. Только в этом году, благодаря серьезной финансовой помощи Беларуськалия, порядка 30 миллиардов рублей. Обновились улицы города и дворы в спальных районах. А для более 700 ребят первый звонок в новом учебном году прозвенел в абсолютно новой школе. И это не просто школа, это современный учебно-педагогический комплекс. Здесь еще будут детский ясли-сад для 230 малышей. На все это Беларуськалий отдал еще 8 миллиардов рублей. На это реализованные захваты надо было отвоевывать, естественно. Хорошо, что отстояли и отвоевали. Это крупное предприятие, градообразующее, которое дает существенную прибыль. Проработал 44 года в Беларуськалии и очень переживаю. Наше дело работать и все. Мы тогда будем иметь, будем зарабатывать деньги. Будут дети наши счастливы жить, учиться. В последнее воскресенье августа Солигорск стал именинником в 55-й раз. Можно долго перечислять, чем славен Солигорск, но, несомненно, самое ценное, что есть у него, это люди. Просто жителями Солигорска они называют себя редко, отождествляют себя скалийным гигантом, гордо заявляя. Вместе мы – Беларуськалий. Сергей Хоментовский, Екатерина Шибко и Екатерина Берецкая. Агентство теленовостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!